Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать с вами 4 способа, как можно сделать круглые палочки. Давайте посмотрим это видео. Всем приятного просмотра! Кто не подписался на канал, обязательно подписываемся, ставим лайк, жмем колокольчик где-то здесь внизу. Самое главное, до конца смотрим ролик. Поехали! Сегодня нам понадобится пластина. Конечно, у меня она большая, можно сделать и поменьше, но я использую то, что есть, это обрезок какой-то. У меня 60 миллиметров кусочек. Но будем использовать из этой части только всего лишь 150 миллиметров. Сейчас вот прям делаю отметочку для себя, чтобы понимать. Теперь сейчас делаем размешку. Примерно 1,5 сантиметра от верха или от низа отступим, без разницы какая сторона. Теперь 1,5 сантиметра с одной стороны отступим, 3 сантиметра с одной стороны отметим, 3 с другой стороны, и по центру у нас будет 7,5. А теперь сразу пойдем сверлить отверстия. Сейчас делаю, наверное, 6, 8 и 10 отверстия. Буду сверлить ступенчатым сверлом. Примерно 2,5 сантиметра с другой стороны отверстия. Получились у нас вот такие 3 отверстия. Сейчас прям сделаем небольшую размиточку по центру. Пластину зажал в тиски. Теперь буду делать разрез болгарочкой, ушемкой, дисками, миллиметровочками. Мы будем делать не ровно под 90 градусов, а примерно градусов под 45, под 40 градусов. Ну, примерно я, на скидку. Будем запиливать. Так, теперь молоточком прям загну вот эти кромки. Попробую, по крайней мере, молоточком это сделать. В общем, пластин должен у нас получиться с небольшим выступом. Край ровный, край ровный, край ровный. Это немножко выступает у нас. Так, нарезал я, нарезочное пиле вот сейчас быстренько вот такие вот щепочек, дощечечек, квадратики. Ну, все на скидочку, может быть, даже не одинаково. Сейчас немножечко один край. Так, ну, можно было в шуруповерт зажать. И другой край тоже немножко закругло. Зажимаем шуруповерт. Зажимаем шуруповерт. Также можно сделать во вторую. Сейчас только, наверное, пустоватую сделал. Сейчас мы чуть-чуть ее здесь. С этой стороны, наверное, угол заточки может быть. Также эту палочку можно сделать. У нас получается разных диаметров палочки можно делать. Конечно, да, немножко наждачки можно пройти, а вообще будет огонь. Так, на следующий способ нам попадается вот такая вот петля. Сейчас примерно мы ее вот так пока срежем. Зажал все эти кусочки и сейчас под углом этим отрежем. Из центра эту хиромантию тут шпильку. И у нас получается сквозное отверстие. А сейчас мне понадобится срезать еще вот так вот. Вот такая часть я тоже срежу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, с петлей мы еще не прощаемся. Давайте попробуем сейчас из нее же еще одну сделать. Нам понадобится вот это отверстие. Так, сейчас с вами попробуем расширить вот это отверстие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаем немножко побольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сейчас вот здесь вот сделаем. Натерним немножко. Прямо чуть-чуть. Сначала маленький сверло, теперь возьму сверло десяточку. И сделаю углубление. Не делаем ни насквозь, а так, чтобы можно немножко задеть вот эту лисочку. И сейчас попробуем, что у нас в итоге получилось. Также зажал в тисочки, немножко также все заострил и поехали. Немножечко наждачки прошелся, вообще почти не делал. Вот, где можно два разных диаметра сделать палочек. А самая, конечно, простая. Берем обычную лерку, зажимаем ее в тисочки. И все по аналогии, опять так же затачиваем кончик и начинаем. Здесь, правда, немножко шероховать получается, потому что резьба. Но, тем не менее, так же можно сделать круглые палочки. Друзья, ну а я вам показал сегодня четыре способа, как можно делать круглые палочки. Надеюсь, что кому-то из вас это пригодится, кому-то это понравилось. Жду от вас обратной связи. Комментируйте. Не забывайте подписываться на канал, а то еще не подписался. Ну и до новых встреч, друзья. Пока-пока. 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 Пока-пока.